Мы не готовились специально. Хочу начать свой рассказ о том, что мы с супругой своей посещали воскресную школу в Ивановском районе, в Ляховичах. И у нас схожие судьбы. Мы росли в верующих семьях. Я, правда, с 12 лет у меня мама покаялась, у Нины раньше. И росли в верующих семьях, можно сказать. Ну, верующие мамы у нас были. Но мы после окончания воскресной школы ушли в мир. И я, и супруга, так же в миру мы поженились, так же в миру хотели разойтись. Где-то 13 апреля должен был быть развод у нас. Но у Бога были свои планы на нас. И я очень благодарен Богу за то, что Он нас сохранил. Он сохранил нашу семью. У нас трое деток. У нас... Да все хорошо. Все здоровы, все хорошо. Мы ходим в церковь, слава Богу, трудимся. Я хочу сказать о том, что, знаете, вот Нина первая покаялась, и вот она молилась за меня. Наши мамы за нас молились очень сильно, потому что у нас такие отношения были очень сложные. Не то, чтобы даже, я бы не сказал бы натянутые, а именно сложные. Очень тяжело нам было прорваться вообще. Но за нас молились, и я бы просто хотел бы сказать, что молитесь, никогда не оставляйте. За меня мама молилась 21 год, чтобы я все-таки пришел к Богу. И слава Богу, то, что Бог слышит наши молитвы, поэтому молитесь, не оставляйте молитвы свои за ваших детей, за родственников, за соседей, за друзей. Просто не оставляйте эти молитвы. Слава Богу. Наверное, у братьев всегда все проще, чем у нас. Мы, когда создали семью, мне казалось, ну, очень много семей неверующих живут, и они живут, и любят друг друга, ну, друг друга. И мне казалось, что, в принципе, можно и жить без Бога. Но пришел момент, когда мы начали, наверное, больше друг другу причинять боли, чем радости. Ну, радости уже не было. Но, когда уже заявление лежало в этом суде, я увидела сон. Я увидела рядом с собой мужа, но не было такого, что... Я чувствовала, что вот этот человек, просто вот единство во всем, я не чувствовала. Я знала, что он просто рядом. И просто проходило время, и все наладилось. Но муж еще был неверующий. И такой вот путь, когда жена идет в одно место, муж идет во второе место. Возвращаемся, и вроде бы, ну, как бы, идем вместе, но по разным дорогам. Но было пророчество. Я была беременна, и было пророчество на меня, что Господь исполнит ожидаемое. На тот момент я подумала, ну, ожидаемое. Ну, рожу, куда ждется, рожать придется. Но через три года именно покаялся мой муж. И вот я поняла потом, через годы, вот это было и ожидаемое. Ну, слава Богу. Слава Господу.